Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Блицушки. Рубрика, где мы с вами играем в Блиц по 5 минут. Так, давайте создаем игру. Ну что ж, попробуем сыграть, дождемся соперника. Как видите, рейтинг у нас падает и падает. Так, и соперник что-то не приходит. Так, ну вот, дождались соперника, попробуем сыграть d4, h5. Да что ж такое, ну пробуем сыграть гамбит, связанный с ходом h3, g4. А вот соперник, видите, знает, пошел d5. И ставит вот эту вот свою голландскую фигню. Голландскую стену. Ну что ж, мы тоже будем ее ставить. Ненавижу вот эти закрытые дебюты, просто терпеть не могу, когда играют вот так вот, вяжут. Вот это вот все. Меняем коня. Конь очень нам здесь мешает. На e4 он у нас не пойдет. Это я отвечаю. Все. А наш конь на e5 будет стоять. Вот так вот. И пускай мы зеваем слон h4, а он не видит. Мы играем g3. И получаем нормальную позицию. Ну здесь можно просто сыграть c3. Ферзь b6. Так. Ну что, ферзь b3. Меняем ферзей. Несвойственной мне манере. Но с другой стороны, а как надо было защищаться, иначе, если просто пешка висела? Ферзь b3 нормальный человеческий ход. Вот. Все. Поменялись. Отлично. На конь c6 теперь просто последует e3. И, как говорится, попробуй здесь пробей. e3 пока. Так. А5. О, как интересно. Так. А если b4? А если мы b4, то он съедает здесь. Ну что ж, тогда съедаем здесь. Так. И соперник хочет все менять. Хочет все менять. Нет. Пускай меняет на своих условиях. Мы развиваемся. Мы развиваемся и горе не знаем. Пускай меняется на своих условиях. Поменялись, поменялись. b5. Там, правда, конь на b4, да, придет. А, вернее, конь придет, да, на b4, там на d3. Неприятно. Пешка зависла. Ну что, надо бить тогда. Короля надо успеть на e2 поставить. И вообще отличная позиция будет. Вот он нам дает, кстати. Он нам дает все это сделать. Король на e2. То есть, наводя b8, просто наводя c1. Мы сами лезем. Конь b4. Отлично. И теперь залезаем мы на c7. И дальше нам уже по барабану. Мы будем играть, как, коня на d4 и съедаем на e6 и на g7. Вот так надо играть. В эти самые шахматы. Так, ну пока ладья, например, нападет на пешечку. На поле a7. Как ему играть? На конь c6 ладья a6. Конь c2, поэтому. Так, b3 можно просто сыграть. Там конь вообще выберется оттуда или нет. b3. Пока простенько b3. И пешка на a5 зависла. Водя b5. Нет, d4. Ай-яй-яй. Д4 сильное решение. Придется играть е4. Д4 было сильное решение. Ничего. Сейчас мы здесь ему устроим вакханалию. Есть ход конь g5. Взяли. И потом там пешка пошла. Или конь d6. С угрозой конь f7. И там какой-то мат поставить. Но он там на g7 пойдет. Поэтому. Так, так, так. Он, кстати, на g5 еще прицелился. Какой злодей. Ладно. Играем тогда, получается, конь g5. Он заберет на g3. Так, как он будет играть? На g3 будет он забирать? Ой-ой-ой. Простите. Пока. Не до Виталия Киселева. Так, да. Взял на g3. Да что ж такое? Так, съедаем здесь. Куда ему ходить? Король g8. Да. Так, если шах, сюда и f5. У него там своя тоже пешка пойдет. Но f5. Почему бы f5 не сыграть? Там ааа, в f5, вводя е3, шах, король c2. Ну, не все так просто. Шах, сюда. Да, не очень понятные позиции на самом деле. Как ее играть? Ну, хорошо. Ладно. Взяли тогда на а5, наверное. Пешку. Пешек поровну. Кстати, конь g5 был ход с угрозой мата. Сейчас нельзя, например, брать, мне кажется. Там конь g5 с угрозой мата. Так, попробуем обмануть, да? Конь g5 грозит мат. Е6, да, единственный ход. Так, ну теперь е6. Наши пошли. Танки. Конь c6 какой-то у него есть ход. И d3 есть ход. Ну, d3 ладно, король d1. Сложная позиция. Грозит у меня тоже прохождение пешки в ферзи, между прочим. Пешка тоже опасная у меня. Так, ну шах. Видимо, вечный шах будет объявлять, что ли. Так. И от вечного шаха, главное, никак не скрыться. Да, ничья. Объявить ничью. Ну что ж. Вот немножечко меня отвлекли по ходу партии. Виталий Киселев, давайте проведем анализ. Сейчас быстренько разберем партию. Видимо, надо выходить из скайпа, когда играешь в шахматы. Так. Вставляем партию и быстренько смотрим. Значит, здесь у нас была разыграна как раз каванская защита. Здесь я зевнул ход, как видели. Ферзь h4 шах. Но ничего страшного. Позиция, как мы видим, остается в пользу черных. Ферзь b3 правильно. Ферзь бьет b3, а b, b6. Ну и вот позиция уже стала равная. Быстренько все перешли в эншпиль. Так, поменялись, поменялись. b, а, вадя бьет a5. Да, вот так вот все быстренько поменяли. Король e2 сюда, вадя c1. Конь b4, вадя c7. Что ж такое? Король f8, вадя a7. Конь c2, b3. d4, e4 правильно. Взяли. Конь бьет e4. Здесь уже у белых выиграно, как ни странно. Вадя бьет b3. Конь g5 не туда. Конь c5 надо было с темпом. Ну и так получилось. Вадя бьет g3. Конь бьет e6. Король g8. Король f2 надо было сыграть. Очень интересно. Король f2, чтобы на g7 забрать. Я же сыграл сюда. Конь бьет d4. Кстати, был опять же у меня победа. Так, g6, e6. Ну и здесь вот... А, стоп. Здесь король f2 опять побеждал. Очень интересно. Король f2 и вадье некуда ходить, как ни странно. Я это не заметил. Ну и здесь получилась ничья. Да, вечным шахом. Вот такая вот странная партия. Ну и как мы видели, здесь меня Виталий Киселев отвлекал как только мог. Ну что ж, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был комментатор Олег Сломаха. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok